6 февраля проводится акция «Всемирный день без мобильного телефона». За последние десятилетия при обсуждении вопроса о том, чего больше привнесли в нашу жизнь мобильные телефоны, польза или вреда, трудно ответить. Тем более, что число явных сторонников и противников массового вхождения в нашу повседневную жизнь мобильных телефонов велико. Аргументы каждой из сторон в защиту своей точки зрения кажутся вполне объективными. Мы решили выяснить у жителей Твери, готовы ли они отказаться от мобильного телефона хотя бы на день. И вот что ответили нам респонденты на камеру. Думаю, что нет. В телефоне там и по работе какие-то важные сообщения, и по учебе тоже, и без телефона сложно. Ну, любой человек может отказаться от чего угодно. Дело только в силе воли и в необходимости. Вот я, например, когда гуляю, я вообще в телефон не смотрю. Мне наплевать на него. Потому что я, во-первых, устал от соцсетей, я удалился отовсюду. Сейчас время такое, что сейчас должен человек определиться. Или он становится окончательно сумасшедшим, то есть полностью погружается, как вот молодежь. Я вот сейчас видел, они идут, и они... Я не могу это слушать, то есть физически мне больно. Я не готова отказаться на целый день от мобильного телефона, потому что он мне нужен, в первую очередь, по работе в течение буднего дня. В сегодняшнем дне, в сегодняшнем времени, мне кажется, вообще единицы людей на это согласятся. Просто такая жизнь. Если я забуду телефон и уйду на работу, у меня уже начнется ломка. А как она проявится? Ну, я буду волноваться. А вдруг мне кто-то звонит, там, ну, дети, родственники. Только так. А потом это же и кошелек. Я это делаю регулярно. Раз в месяц стабильно. У меня в субботу или в воскресенье день, когда я не беру телефон. Надо почаще обращаться к жизни. Вот она, потому что под носом здесь, а не там, не в телефоне. Сегодня в перенасыщенной информации века особенно важно соблюдать разумный баланс между необходимостью использовать гаджеты и живым общением. Специалисты рекомендуют проводить перед мониторами без перерыва не более получаса, а длинным телефонным разговором предпочитать встречи вживую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова